У меня все время под Чифиром ощущение того, что я самолет на взлете. И в этом состоянии проблемы могут продуктивно решаться. Поверьте, на сегодняшний день это лучшее, что я нашел по теме Чифира и концентрированного Чифира. Такое прям как от крепкого напитка выпиваешь, такая волна дрожи по телу. Яркий эффект. Знаешь, у меня есть такое сравнение в отношении к чефиру и его необходимости. Это таран для тех людей, которым обычный чай не дает какого-то явного изменения состояния. Потому что тема чефиру слуху, она такая оригинальная, правда, тема зоны, все. Но зачем-то же там они варят, это вот... Круто. Очень сладкое послевкусие, неожиданно. Вот я прошла минуту, сколько ты слюну сглатываешь, приходит послевкусие, и оно сладкое. Вполне можно на застолик вместо водочки наливать. Для тех, кто хочет сильных ощущений. Зачем пить чефир человеку, который живет в городе, в социуме, абсолютно адекватной социальной жизнью? И в общем, да, вот в нашем 2020 году зачем пить чефир? Ну, первый эксперимент с темой чефира у меня был в студенческие годы. Потому что у меня была такая теория, что из-за того, что во время сна у нас идет переброска памятистов по временному. И чисто теоретически, если не спать ночь перед экзаменом, ее учить всю до сна, то охватывается большее время информации. Она все в кратковременную загружает. Да, плюс ты в оперативке ее быстро потом, главное успеть на экзамене выписал. И пошел спать, отформатировал, все забыл, потому что половина, в принципе, не пригодится. И таким образом, пока здоровья хватало, я так и делал всегда. Делал что? Учил просто ночью? Не спал всегда. Ночь перед экзаменом, учил билеты. И, соответственно, чтобы быть мудрячком, не спать, чтобы... Потому что наступает момент, когда просто учишь ночью, там, где-то к второму часу, начинается... Ты даже, если можешь спать не хотеть, начинается ступничок такой. Ты смотришь, и оттуда такая вот лезет прям... Да, перечитываешь, и как туман такой, не доходит информации. Да, ты понимаешь, что ты перестал воспринимать. И вот я пробовал разные способы, и в том числе я начал читать... Ну, потому что тема Чифина слуху, она такая оригинальная, правда, там, тема зоны, все. Но зачем-то же там они варят, это вот место, где просто так люди ничего не делают. Тем более, что эта тема начала, чтобы вы понимали, не в среде преступного мира, а в среде, ну, как бы, условно, политзаключенных, интеллигенции. Это ГУЛАГ. Чифир, это... изначально это ГУЛАГ. И зачем-то это... ГУЛАГ, это, значит, 30-е годы, да, это все началось, насколько я помню. Да, и Чифир. Теперь будем от теории переходить к практике и узнаем, какой рецепт Чифира ты, собственно, отработал. Попробовал на тех, кто уже не с нами, и выявил, как лучший. Друзья, проникнетесь моментом. Сейчас, благодаря модному чайному блогеру Пальниц Агара, впервые вообще в истории на видео мы зафиксируем варку чая... Нет, варку Чифира по-кубряковски. Видите, я специально отрастил эту бороду, эти очки взял, чтобы быть похожим на молодого Дамблдора, потому что это зелье варенье. По Чифиро варенье, я не понимаю. Лучше всего взять любой прямостенный котел, это может быть ковшик, это может быть прямостенная кастрюля. В данном случае мы готовим на огне. Самый лучший Чифир получается на живом огне. Да, это такой походный котелок, походный котелок, но он без запаха. Тут не варятся пельмени и гречка, тут я только варю чай. Заводи баркас, и мы сейчас... То есть у нас пустая емкость, мы емкость, да. И... Смотрите, нам нужно довести котел примерно до 100 градусов, 150, но не перегреть, чтобы чай не сжегся. Что мы делаем? Мы берем немножко воды, мы сегодня будем работать с самыми обычными китайскими палочками, в каждом суши-кафе, суши-ресторане. Вот, что мы делаем? Мы берем воду и сбрасываем. Смотрите, вот, она уже закипает, то есть у нас, в принципе, уже пили... Прыгают капельки. Да, перегрелся котел. Изначально просто можно пару капель оставить и дождаться момента, когда капли испарятся. Это значит, что ваш котел достиг 100 градусов, но не перегрелся. Для нас это принципиально важно. Почему? Потому что если на перегретый котел у нас начать сыпать чай, то возникнет запах гари, он потом немножко останется нотой в чайфире. Это не очень хорошо. Мы берем самый обычный индийский чай, масс-маркетовский. Вот, мне нравится раджа. Раджа бодрящий, раджа ностальгия. Крупный листовой индийский чай, любой. Вообще, одна из задач чайфира, это извлечь чайное состояние из обычного чая. Когда у меня был летний чай, я особо не занимался чайфиром. Когда я стал работать на чайной фабрике, возник вопрос, как из обычного масс-маркетовского чая извлечь состояние. Что я делаю? Начните с дозы треть котла, треть котла по объему, ну, соответственно, все остальное займет вода. А постепенно вы сможете дозу увеличивать. То есть, вот Полина сейчас видит, я засыпаю и при этом котел пошевеливаю. Для того, чтобы треть котла, ну, по сути, чуть меньше половины. Мне надо так сделать. В данном случае у нас ушло по пачке 50 грамм чая вот на 800 миллилитров. Это опять же, это все просто для того, чтобы начать с этого. И что я делаю? Я беру вот эти палочки. У нас, я сейчас держу достаточно высоко над огнем, потому что, вы помните, как быстро нагрелся этот чудо-котел? Давай я еще уменьшу еще. И еще можно, да? Все, тогда я смогу его вернуть на родину, потому что мне надо, чтобы чай не сгорел, но при этом хорошо прогрелся. И вот такими вот движениями, чего я жду? Я жду специфического приятного запаха прогретого чая. Если в начале у вас еще не будет навыков, как еще можно проверить, когда чай нагрелся правильно, но не перегнился для чефира? Это тыльная поверхность пальцев. То есть, если вы не знаете, достаточно ли вы нагрели, это не самый здесь удобный котел у меня для этого, но, так, я попробую это сделать. Я обжегшись, я тыльной поверхности... Вот этой частью пальцев опускаешь, и что ты должен почувствовать? Опускаю, значит, что я должен почувствовать? Я должен почувствовать, что чай горячий, точнее, максимально теплый, но не обжигающий горячий. Вот это хорошая температура для прогрева, для будущей варки чефира. То есть, задача прогреть хорошо чайный лист. Да, если делать это дома, на своей газовой плите, то за несколько варок у вас уже возникнет понимание, каким сделать огонь и как работать. Здесь для меня сегодня эта горелка новая, я немножко не уверенно себя чувствую, но принцип сам. Вы сможете... Я вот сейчас еще раз, примерно один раз помешаю. Я тогда начал изучать эту тему студентам, просто чтобы не спать ночью. Я читал разные рецепты из местных, из поли отдаленных, пробовал, варил. Ну, что я для себя отметил. Причем я такие экстремальные варианты концентрации пробовал, тогда еще здоровья хватало на это. Во-первых, это было невкусно. То есть, эстетики вкуса в тех рецептах, которые были в раннем интернете и позиционируются как такой труб прям вот. Классический чефир. Да, из оттуда. Это было прям невкусно. Это было... У меня были ассоциации с тем, что ты ешь землю. Горькую, какую-то черноземную землю. Такие ассоциации были. Это был простой черный чай из супермаркета, соответственно. Ты... Просто выборенный в очень большой концентрации. Второй момент, что от него явно зародилось сердце. То есть, моток, вот ты... просто чувствую, как заводится. Это тоже некомфортно, на самом деле. Самое яркое впечатление психоделическое, когда я прям экспериментировал с максимальной концентрацией чая по отношению к воде. Это было интересное явление, когда я все выучил за ночь. И у меня еще пару часов оставалось. И мне спать не хотелось. у меня вот это было состояние измененное. Я просто лег на спину в темной комнате и полноценно смотрел мультфильмы пару часов на потолке. Ну, то есть, такой вот момент какой-то проекции измененного состояния сознания у меня был от этого. Но радости мало, на самом деле. И еще один минус явно стал страдать желудок от этого. И в результате вот для своей цели не спать всю ночь, учить и отвечать на экзамен отлично. В итоге я пришел к мате вообще. Правильно говорить мате, но вообще-то суть это не меняет. Они вообще говорят местные ерба. Ерба мате, да. Вот этот падуб параклайский, да, правильно? Он обладает там, околоует матеи, он обладает самой длинной пролонгированной волной возбуждения, она медленнее других. Самый быстрый пик возбуждения у кофе, потом спад и возвращение поплавнее. чай идет вот эта волна, а самая большая волна, долгая, постепенно нарастающая, как отцу маты, и язву, почему я выбрал для себя, от него вообще не страдал желудок. я знаю, что бывает рецепты, когда чай прогревают перед завариванием, классическим завариванием, прогрев чая делает... Он пошел характерный запах и попробую ладошкой сейчас тыльной стороной, он вот такой... горячий, но терпимо горячий, да. Именно для этого делают прогрев, чтобы начал раскрываться аромат для старого чая или просто вот интересно и тут прям аромат яркий. Сейчас самый важный момент и приятный звук, вы когда варите для друзей, это такой завораживающий вот этот шипящий звук. Очень здорово. На разных котлах, на разных огне это получается по-разному, но смысл в том, что я холодной водой заеваешь теплый чай. Увеличиваем огонь теперь после этого. Да. Здесь у нас есть возможность на какое-то время не на полную может быть мощность, но достаточно хорошо увеличить пламя и там уже опять же тыльная сторона руки нам помогает этим же местом мы можем сделать максимальный огонь держать до тех пор, проверять, если нам, например, друзей надо попострее напарить, пока терпимо приятно. Как только становится горячевато, уже мы конкретно регулируем по опыту это должно быть очень постепенно дальше нагревание. И здесь мы возвращаемся в Древний Китай, как ни странно, хоть это и чефир, в данном методе варки чая и оперируем такими понятиями как чайный цветок и чайный плод. То есть вот эту корочку чая сверху всплывшего мы вначале называем чайный цветок, потом, после того, как мы его пожилием, мы назовем это чайный плод сущность, сущность одна и та же, просто мы таким образом два технологических этапа между собой разделяем. Ты все-таки вернулся как-то к чефиру потом? Второй раз я вернулся не так давно, это был 2016 год, это был Сеул, Южная Корея, куда я попал, выиграл второй чайный чемпионат Беларуси, там я познакомился в Сеуле с представителем чайной диаспоры Грузии, Шотобетадзе, известный, господин Шотобетадзе, очень колоритный такой, уважаемый человек, и вот в общении как-то он упомянул, что значительная часть его чая раскупается, покупает в России какая-то очень, можно сказать, элитная зона, где сидят очень уважаемые люди. И я говорю, уважаемый Шотобет, расскажите, как они варят чайки с мясом. Что они с ним делают? Да, он рассказал свой рецепт, я сейчас не буду долго передавать, но он вот так половинно рассказал с этим легким грузинским акцентом, что я его помню так, как будто он сейчас говорит. Я попробовал тоже по этому рецепту, и все равно у меня было чувство, это не то, но возможно что-то то. И вот когда я уже на этот раз остался неодвокворенным, невкусом, недействием, в полной мере, я предположил, а может быть лу-юй на самом деле не чай варене. Ну, то есть, да, не в обычной концентрации, просто чай. То есть, для чего в древности, когда книги были на вес золота, трудом своей жизни делать подробный, настолько подробное описание варки обычного чая, в плане обычной концентрации чая, может быть в этом, я тогда такое допущение сделал, примите за сказку, что возможно как раз таки это варился чайфир, и тогда вот эти тонкости они оправданы как раз тем, что если ты не будешь использовать тонкости, это действительно получается не вкус, нету эстетики вкусом. И вот из этих условных позиций я начал экспериментировать варку с варкой чайфира, внедряя туда какие-то элементы варки чая полу юи, то есть перепрошивал движок лу ю юский. Значит, почему я вообще сторонник того, что чайная школа должна начинаться с любых методов варки чая, хотя обычно, если мы посмотрим все чайные школы в китайской традиции, которые в России представлены, обычно сначала заваривание, проливы, и только на второй и третьей ступени чайных школ даются различные виды варки чая. Почему я сторонник начинать с варки? Во-первых, это исторически последовательно, то есть исторически мы знаем, что сначала чай варили, потом то, что сейчас в Японии сохранилось, взбивали порошкообразный чай, только потом стали заваривать, и человек когда идет. Это как закон. Здесь вообще вся варка чайфира Купряковский построена на интуитивном постижении золотой середины. Я в принципе для себя спрашиваю, что такое чайное мастерство, почему чайный мастер, почему кофейный мастер. Потому что в чае очень много построено, как и в буддизме, на бесконечном поиске золотой середины. Не догреешь воду, нехорошо, перегреешь воду, нехорошо. Не догреешь чай, не докладешь, перекладешь. Постоянный баланс. И когда мы для себя выделяем это вот понятие чайный цветок, мы к нему наши совокупность чувств и интуиции прикладываем и стараемся определить по внешнему виду и по какому-то внутреннему чувству, когда он созрел, когда его нужно опылить, если говорить о цветке. То есть, если сравнить аналогию с цветком, если закрытый бутон пытаться опылить, то его повредишь. Если уже он развесся и лепестки слетели, то поздно. Вот надо этот миг опыления сварить. И потом точно такой же второй раз после опыления, что такое опыление, мы просто, как в методе варки чая полуюю, делаем хвост дракона. Здесь просто чай у нас уже внутри, мы его хорошенечко перемешиваем. Второй раз он всплывает, второй раз называем чайный плод, но ищем того же самого. некий золотой миг. Здесь на незнакомой горелке я попытаюсь по-своему это определить. Какой момент нам нужно поймать? Что ты нам нужна? Нам нужно, вот ты на него смотришь, представь, что это цветок. А вот по отношению к понятию зрелости, какой у тебя сейчас? Недозрелый, зрелый или перезрелый? По отношению к этому объекту. Слушай, ну это странно довольно, но не знаю, он пока как был, так и есть. Он выглядит неизменно. Все, что с ним было, вот слой чая, не видно, что он опал, не видно, что он шевелится. Он вот как был, так и есть. Поэтому скорее молодой. Давай подождем, может быть, да, ты что-то еще увидишь. Потому что потом, я почему говорю, здесь это очевидно. А потом, когда человек начинает пить к завариванию чая, например, в ясинском чайнике, он уже глазами не видит, а ему нужно больше интуитивным компонентом почувствовать тот самый золотой миг, когда достаточно, он поддержал слив. Это ведь невозможно определить по секундам, как в кофемашине. Загрузись. Ну, возможно, но это надо отработать каждому сорту, каждому объему. То есть, это такое многократное повторение всего. Так, ну и вот, на мой взгляд, уже начинается какое-то такое пред самоощущение предзацветания, так скажем. У меня есть термометр. Мы можем измерять. Кстати, это интересно. Вот давай попробуем. Потому что я бы уже опылял. Давай проверим, на какой температуре я примерно опыляю. Аккуратно засовываю его, чтобы не сбить листья. Пахнет уже ярче. Уже пахнет интересно. Так, 53, ну то есть не больше 60 пока будет, наверное. И обычно вот на этом состоянии, то есть здесь я бы уже опылял. Я бы здесь его размешивал. То есть примерно в районе 60 градусов. Да, Ну да, вот сейчас 59-60 где-то. и мы на этом моменте перевариваем. Перемешиваем. перемешиваем. И его представляет, что мы таким образом наш цветочек опылили. И потом то, что у нас возникает, мы как раз называем чайным плодом. вот похожее корочка. Учимся подбирать температуру для медленного доведения. И включаем то же самое чувство. Сейчас по ощущениям это сырой плод, зеленый плод. Да, я иногда, когда его воспринимаю зрительно, интуитивно, вот еще когда наступит момент сладости. Ну, вот сейчас 60 небольшим. То есть, получается, на этот момент у нас уже весь чайный лист пропитался водой. Однозначно, уже идет экстракция хорошая. Кофеин уже выделяется от 80 градусов уже начинается суперактивный выход кофеина до 100. Мы будем доводить до кипения? Нет, мы сейчас проводим уже процедуру. Один из-за меня сложно, из-за того, что я не работал с этой горелкой, мне сложно подобрать, может быть, ты на свой опыт подбери такое пламя, чтобы шло медленное, постепенное закипание. Вообще, задача довести до кипения? Нет? То есть, этот на питок, Да, при данном способе варки мы не доводим чай до кипения. Еще так, но мы второй раз сможем этот же чай сварить, получить вторую заварку уже просто как менее крепкую, которая шлифуется первый чай. за счет того, что мы его не вываливаем 300 градусной температуре, нет этого удара по сердцу, как от обычного чефира. Интересно. Я просто думала всегда, что чефир это такой напиток, когда очень много чая, во-первых, чайного листа, и во-вторых, что он именно кипит много времени. Помнишь, я рассказывал, что если брать оригинальную рецептуру чефира, так и есть. Но вот этот процесс долговарки, он делает его а, невкусным, то есть лишается эстетика вкуса при данной концентрации, б, достаточно серьезно заводится мотор. И желудок, потом желудочно-кишечный тракт тоже дискомфортно. Здесь наша задача с большого, достаточно большого количества чая. Мы начали с объема одной-третьей, лучше начинать, потом можно под... Ну, если ты чувствуешь преследующих варк, что тебе этого недостаточно. Да, может быть, недостаточно, даже? Ну, просто я вот недавно варил чефир для ребят, которые тренера по смешным единоборствам. Говоря без правил, то есть очень большие, серьезные мужчины, и им... Я первый раз сварил одну-треть котла, и явно было, ну, недостаточно. То есть там столько было. Челябинские мужики настолько суровые, да? Ага. То есть им хочется получить определенный эффект, но при этом не употреблять алкоголь, чтобы это не причиняло вреда, как разумно. И даже в плане крепости вкуса. Крепости вкуса, да, вот это ощущение, что ты бахнул чего-то, да? Как имбиря прям съел. А пробовал ли ты варить чефир по-куприкоске с добавлением каких-то, ну, того же самого имбиря или чего бы ты ни был. Честно скажу, я просто не видел смысла, потому что мне нравится эстетика. Это то же самое, что, ты видишь, там пробовал ли ты делать коньяк с травами. Ну, то есть вот есть настойки на травах, есть коньяк. Но для меня чефир это все-таки коньячная эстетика, только безалкогольная. Только чай. Да, ну, как бы я не чувствую, если говорить обретировку, надобности. Тебе по вкусу просто вот именно такой вариант устраивает? Он как бы... Да, из всех вариантов, которые я пробовал, чефир, это определенный... Я называю это чефиром, потому что это уже не чай, что большое количество чая в среднем вот на нормальной пастрюле на компанию из нескольких мужчин это пачка чая 100 граммов. Вот. Мы воплощаем... В то время, как нормальная порция на стакан это 3 грамма. Да. То есть мы воплощаем мечту Дениса Шумакова о том, чтобы в чайной отрасли крутились большие объемы чая, гораздо больше. Чем больше чая вы кладете в свой чайник, тем больше прибыль получает чайная индустрия. Ну и не просто получает прибыль, тем больше она развивается, тем больше она вас потом радует. И в результате я пришел вот к своему определенному пониманию алгоритма того, как лучше делать чефир. Задача была сохранить эстетику вкуса, то есть, чтобы чай был максимально концентрированный, при этом по своему питанию. да, он становится горьким, безусловно, но уже несколько лет эту тему я на разных целевых аудиториях тестирую, и особенно для мужской аудитории это прям выход альтернативы алкоголя. Для них обычный чай, это не альтернатива. В мужской компании собираются серьезные, брутальные мужики, для них просто чай, это не альтернатива алкоголю, и что-то ищется такое, зачем посидеть, поговорить, при этом как раз вот эта горечь, если она эстетизирована, если хороший баланс во вкусе, она воспринимается как эстетика крепкого алкогольного напитка, то есть мы знаем, что, например, там хорошие коньяки, но тоже горькие, но там есть что посмаковать, есть что попробовать, и вот... и есть действие, ради которого мы не делаем. либо классический цейлонский лоу-гроу, низкогорный, тоже крупно-листовый, но цейлон допускает варку чая из среднего листа тоже получается хорошо, а вот индийский средний лист, он мне не нравится, как он уходит в такую специфическую кислинку. ФЛП, давай поясним для тех, кто не в курсе, что это такое. Один из стандартов крупного листа скрученный вдоль как и ОПА. То есть ароматный классный крупно-листовый чай. Типа того, перевести можно. Ну, это просто латинские буквы на пачке ФЛП. Да. Это близко к тому, что мы привыкли называть с ионским ОПА, тоже стандарт ОПА. Оранж Пико Эй категории, ну, либо просто крупно-листовой чай мы можем такое более понятное слово встретить на пачке. Это вот так и написано на этой черной крупной листовой чай. Ну, вот смотри, больше 70 градусов уже у нас температура. Вот. И по звуку, судя, слышишь, да, уже это просто. Увеличил норгинец из ряда? Нет, нет, не зря. Все равно идет. Поет котел, то, что называется, поющий котел. Указывает 70. Но пока по моему восприятию еще рановато, еще сыроват плод. Вот я опускаю щуп, вот этот лист, и на всем протяжении котла я чувствую лист. То есть, это не то, что он сверху плавает какой-то корочкой. Это реально просто целый котел чайного листа. Так, внизу уже 85 была температура. То есть, мы ближе, близимся к закипанию. У нас уже идет мощная экстракция листа. И вот со своей стороны я жду, когда у меня возникнет ощущение того, что плод стал слан. но не перезрелый. Это важно словить миг. То есть, мы постоянно ловим миг, навыкаем в этом, и потом эти же навыки мы переносим и в работу с чайником. Заваривание. То есть, нам нужно, по сути, его довести до кипения. Ну, то есть, если в градусах говорить, например, если вода у нас кипит. Мы сейчас узнаем, что я никогда не замерял. Я всегда ориентировался на внутренние ощущения. Ну, хорошо. Ну, ладно. Ладно, не буду тогда допытывать тебя. Хорошо. Вот, на мой взгляд, сейчас близится тот миг, когда это произойдет, когда вот он становится сладким. Никакого бурления визуального мы пока не видим. визуально мы и не дожидаемся бурления. Потому что его сложно увидеть. Тут везде объем чая. Везде чай, и вот эти пузыри, даже если они будут идти, то будут стукаться чайники все время. И только мощный какой-то уже бурлящий поток мы увидим, как бурление. Поэтому, да, получается все на ощущениях. Ну, и вот сейчас на мое ощущение возник как раз тот момент, когда мы его можем сорвать. Чайник пуз, когда он достаточно хорошо созрел. И мы, я его сейчас сниму с огня, и мы замерим температуру. Тут такой цвет, я даже вижу при сером цвете котла все равно видно, интенсивный цвет настоя. Можно красить яйца на пасху, например. Круга вообще. Но зубы после такого надо полоскать. Ну, я чищу суты, и у меня одна из немногих цветов белые зубы достаточно для моей профессии. Я бы не стала рекомендовать всем это делать. Я бы сказал, что я так делаю. Да, ну, в общем, полоскать водой очень нужно. Пытайтесь это повторить, да. В общем, около 80 градусов. Ну, я думаю, что в момент снятия было чуть-чуть Было больше, когда стояло на огне. Я, в принципе, так красные чаи и завариваю. Ваене 85-90. Поэтому, ну, опять же, берем небольшую поправочку на незнакомый котел, незнакомый огонь. пламя, потом сможем пролезать. Главное правило, что много чая, холодная вода изначально перемешиваем. Прогретый сначала чай. Да. Вот, я беру просто крышку, самый удобный, ситечка не поможет, потому что вам ситечка все это вывалится, да. Просто накрываете крышкой, оставляете небольшой зазор, вот, и прекрасно она сливается даже в узкое горлышко. По Chemex, видно, мы взяли Chemex, чтобы пошли, было горлышко из опаски, что все прольется, и все прольется. Ну да, это такой котел, из него проливается, но мы были к этому готовы, и, в общем, нас это напугает. Опять же, данный способ барки потом позволяет второй раз уже до кипения довести оставшийся чай, и получить так называемый вторичок, который отлично шлифует вкус и действие первого. Первого. Первака, да. Первача, первака. Первак и старяк. Да, мы можем, все-таки, если можно попросить воды холодненькой, опять же, то мы можем второй раз, пока мы будем дегустировать чайфир по-коперповски, мы, вот, цвет, он получился, цвет такой. Опять же, при остывании он будет становиться почти молод, такой, как цвет чая с молоком, то, что по-английски у цитестеров называется кремень, но при нагревании будет возвращаться темный цвет. Отлично сочетается с едой, его крепость достаточно для того, чтобы проявилось яркое чайное состояние от обычного чая, и при этом не изменилось от еды, то есть, для застолья, для мужской компании, как альтернативу алкоголю, это одно из немногих, что я нашел. Здоровое, достаточно, и в общем-то, при таком способе варки не чувствуется какого-то воздействия на сердце и на желудок, то есть, отлично себя чувствуешь. Единственный момент, чаще всего, ночь после этого не спишь. Потом, утром, по привычке, ждешь какого-то храника, похмель, его нет, то есть, еще он хорошо держит на ясности следующий весь день, и только к концу следующего рабочего дня, примерно в 5-6 часов, начинает резко срубать. То есть, чефирин хороший тем, что он не выключает из рабочего графика, только потом идет суперкомпенсация и не даст полную ночь и спишь на следующую ночь, число 12. Сколько нужно выпить для этого эффекта? На твою массу? На мою массу? Вот, ей-богу, раз от раза не приходится. Я не знаю, в чем секрет, иногда выпишь немножко и не спишь всю ночь, я тебе рассказывал с ребятами из Амилайки пили, может быть, потом, опять же, я отдельно после чефир могу не спать в ночь, я отдельно после койча густого японского чая могу не спать. Здесь мы сделали сначала чефир, потом койча, я уже решил, что-то прошибло, и я нормально спал. Передозировка кофеина есть такое действие, сначала он тебя бодрит-бодрит, потом, когда все занятые уже становятся места, куда кофей можно прикрепиться, тебя срубает какая-то сверхбольшая порция. Затем ты спишь какое-то время, он там рассасывается, тот кофеин прицепляется, условно говоря, и ты просыпаешься, и ты вот такой бодрый. просто что было сейчас. Передозировка кофеина резко может срубить, но потом, в какой-то момент, ты проснешься, может быть, сейчас мы смело можем, при закипании визуально, во вторичок, и мы, собственно, уже начинаем пробовать. И вот, пока он еще горяч и прекрасен. Ну и вон. Ох, какая красота. Хорошая мужская компания, это отличная замена. Спасибо большое за комплимент. Нет, это я для перспективы, я просто помню, что тебе не понравился, вот, по эстетике вкуса на международной чайной выставке. Там не было стопок, там у нас были просто какие-то одноразовые картонные стаканы, а все-таки мы должны понимать, что визуальная подача, эстетика имеет огромное значение на то, как мы воспринимаем вкус. В этой подаче мы уже, безусловно, предугадываем, ожидаем чего-то алкогольного, вот, ну, крепкого, такого, по вкусу, дерзкого, да? И это ожидаемо, понятно и нормально. Это заложено уже нашим культурным опытом, даже если мы не пьем каждый день крепкие алкогольные напитки. Идеальная закуска, к этому бородинский хлеб, именно черный хлеб с кориандром. Я не подготовилась. Ничего страшного, мы его успеем. Это я просто говорю, попробуйте бородинский хлеб с солью морской, очень хорошо. Пахнет чаем. И вот при такой концентрации, при этом сохраняется эстетика вкуса. В плане, что он питкий, в основном случае для меня. Лучше, чем на выставке. Нет такой горечи. Есть терпкость, есть вязкость. Но такой резкой горечи нет и аромата много, и тут прям, да, можно смокровать. То есть, в плане баланса вкус? Да, в плане баланса мне больше нравится. Друзья, получилось. Попробуйте, напишите в комментариях, как получилось у вас и какие эффекты вы от этого достигли. поверьте, на сегодняшний день это лучшее, что я нашел по теме чефира и концентрированного чая, который в том числе можно использовать в барменской практике в качестве горечи для добавления как-то именно точек, говорили. такой прям, как от крепкого напитка выпиваешь, такая волна дрожи по телу, прям стряхивает. Яркий эффект, знаешь, у меня есть такое сравнение по отношению к чефиру и его необходимости. Это таран для тех людей, которым обычный чай не дает какого-то явного изменения состояния. Вот я, собственно, одна из причин, когда я обрадовался открыт для себя этот метод варки. Я, например, ребятам с нашего двора как пелось в любое, пытался донести тему чая как альтернативу алкоголя. Но когда вот к серьезному таким авторитетным мужчинам приходишь, говоришь, ребят, давайте я вам чайную церемонию проведу. И ты говоришь, чайную? И ты понимаешь, что ну вот не тот случай, да? И тут я прихожу, говорю, ребят, давайте вам чефир свой. И вот в мужском сообществе это какой-то все равно определенный культурный код. Свой, наш, не китайский, не какой-то. Это, по сути, один из видов русской чайной церемонии. В принципе, да. С иерархией прям, да. И он на ура воспринимается. То есть ко мне вечером подъехал джип под подъезд. Вот. Мы выехали на озера и говорим, все, что надо, сделать там. Сделать красиво. Да, да, да. И мы на углях, прям вот на мангаре. Я сварил этот чайфир. И ребят тронуло. То есть вот то вот яркое ощущение по телу, там, прояснение ума. И уже после этого, вот я про, почему говорю, это как таран, после которого элитные чаи уже могут дойти до сознания даже очень грубых людей. и они потом... Именно после этого чаепития сразу или вообще в принципе доверие возникает? То есть во-первых, ими потом элитными хорошо это состояние шлифовать, вот которое сейчас возникло такое, как кажется, депрессант, прям хочется там двигаться, еще что-то делать. И потом, в принципе, люди начинают из-за этого меняют отношение к чаю. Это уже не продукт под бутерброд, это уже что-то такое другое. и они уже говорят, лех, ты нам, что-нибудь там уже нормально, мы же тоже люди, значит, пуэр там давай привези, давай будем хум-пам. Вот. И постепенно, да, постепенно начинает работать. Круто. Очень сладкое послевкусие, неожиданно. Вот я прошла минуту там, да, сколько ты слюну сглатываешь, приходит послевкусие и оно сладкое. Вполне можно на застоле вместо водочки наливать. Для тех, кто хочет сильных ощущений. Причем, замечено очень мощный антидепрессант. То есть, если человек, просто, для примера, когда в нашей современной, к сожалению, культуре, человек раскроен, он старается выпить алкоголь, но алкоголь не решает проблем. Алкоголь уводит человеку на время от проблем, но он потом трезвеет, проблемы опять поступают. Даже в процессе питья алкоголя, скажу уверенно, с опытом, сначала ты веселишься первые полчаса, час, а затем ты впадаешь в еще большую депрессию и в алкогольном состоянии ты просто безутешен. И вот в этом у чефира есть конкурентное преимущество. То есть, его пьешь, поднимается настроение натуральное, даже при очень жестких таких-то депрессиях. Он явный антидепрессант. Но, ты не уходишь от проблем. У тебя состояние сознания, вообще сама мысль, ускоряется, но у меня все время под чефиром ощущение того, что я вот самолет на взлете спустишь, весь и в этом состоянии проблемы могут продуктивно решаться. То есть, ты можешь ясно планировать, что-то увидеть, до чего-то дойти, умолк. И, соответственно, преимущество чефира или алкоголем, что выход из депрессии идет не через уход от проблем, а через их решение за счет ускорения. Говорил ли ты что-то насчет того, что на голодный желудок не пить? Лучше все-таки не пить, как и в случае, почему перед японским чаепитим обычно идет традиционный обед, а все-таки настолько крепкий чай, лучше вначале упреждать едой. Да. Какая-то закуска, мутерброд хотя бы, у меня захотелось красной рыбки жиром. Ты знаешь, что у нас очень хорошо сочетается. Очень хорошо сочетается. Еще одно преимущество вспомнил вот такого типа чефира. Если иногда из уважения надо принять какое-то количество алкоголя, человек, например, либо не пьет, либо не любит, либо просто есть необходимость быстро протрезвить. Вот это тот случай, когда чайное состояние более конкурентно, чем алкоголь. То есть вот такой чефир даже в состоянии алкогольного опьянения человека натурально поднимает и это один из способов без капельницы вытернуть человека из заполя. Ну да, да, да. Ты хочешь вытащить человека из заполя, ты приходишь, а он неадекватен. И пока он не станет адекватен, ты его не можешь вытернуть. А он может не стать долгое время адекватен, потому что он докидывается, да? И вот этот момент, просто у меня есть такие примеры, ты варишь чефир, ты садишься чей финиш, и у него появляется шанс остановиться, потому что у него наступает свет в промежуток, когда он может сделать выбор осознанно, его не несет. Ну, в общем, люди, которые работают с зависимыми людьми, они говорят, что если человек зависим, у него просто в психике есть момент, что он хочет быть от чего-то зависим. И если сменить хотя бы это с алкоголя, с наркотиков, хотя бы на чай, это гораздо меньше лет для организма, нежели такие психоактивные, психотропные вещества. В общем, ЗОЖ, Чефир и вот это все. Класс, спасибо, Леша. Красная рыба. Красная рыба. У меня есть красная рыба.